МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии для радиокомпании Муравленко ТВ. Светлана Грачева, здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Смотрю с балкона прямо на мусорку жители домов, находящихся в районе торгового центра Норд, возмущены захламлением территории. Кто виноват в этой ситуации? Управляющая компания или предприниматели? Забыл оплатить штраф, оказался за решеткой на 15 суток. Инспекторы ДПС и судебные приставы ведут совместную работу по выявлению должников. Возможность подарить ребенку путевку в лето в отделе молодежной политики продолжается набор детей, желающих поехать в оздоровительный лагеря Тюмени и Казани. Деньги на жилье. Огружной фонд жилищного строительства до конца августа планирует приступить к реализации программы, которая позволит решить квартирный вопрос отдельных категорий граждан Ямало-Ненецкого округа. Планируется, что мероприятия сначала будут организованы в трех муниципальных образованиях Ямала – Ноябрьск, Муравленко и Губкинский. Далее в программу поэтапно войдут все муниципалитеты автономного округа. В новое положение программы, разработка которого сейчас находится в завершающей стадии, будет включена дополнительная категория граждан. Это работники средств массовой информации. В целом же за финансовой помощью могут обратиться все сотрудники организации бюджетной сферы, постоянно живущие на Ямале, за исключением граждан, должность которых отнесена к государственной или муниципальной службе. Кроме того, новая программа предусматривает, что ее участники будут приобретать квартиры в домах, строящихся с участием фонда, которые привлекают строительство застройщиков, имеющих опыт работы в регионе и прошедших проверку на юридическую и финансовую состоятельность. Это немаловажный фактор, который дает уверенность в том, что участники программы будут обеспечены жильем, отвечающим всем современным нормам и требованиям. Забывчивость оплатить административные штрафы ГИБДД может обернуться серьезными последствиями. К примеру, злостный неплательщик может оказаться за решеткой. Но, как показывает практика, такие жестокие меры пугают далеко не всех автомобилистов. Некоторые автолюбители административному аресту подвергались несколько раз. Как сейчас борются с неплательщиками автоинспекторы и как не попасть в список должников, знает моя коллега Татьяна Бойко. Совместно с судебными приставами работаем, выявляем неоплаченные штрафы. Не имеется ли? Сегодня автолюбители проверяют сразу по нескольким базам административно-информационной поисковой системе ГИБДД и судебных приставов. Неплательщики штрафов не заставили себя долго ждать. Один из автомобилистов признается честно, у него есть неоплаченный штраф. Теперь водителю грозит взыскание в двойном размере, но не менее 1 тысячи рублей, арест до 15 суток или обязательной работы до 50 часов. Данный материал рассматривается судьями. То есть и по статистике могу сказать, что если вы в течение года привлекались уже по статье 20.25 и опять же не оплатили штраф, установленный законный срок, то есть вы можете быть подвергнут административному аресту. То есть наибольшая вероятность именно этого. Второй автолюбитель оказался в базе данных судебных приставов, но уверяет, что о неоплаченном штрафе слышит впервые. Всего в списке должников у пристава-исполнителя более 800 автомобилистов. У некоторых общая сумма долга достигает 15 тысяч рублей. При возбуждении исполнительного производства мы направляем заказные письма с уведомлением, постановление наше на возбуждение. То есть если должник получает, он сам является. Если не получает, мы уже либо обзваниваем, либо на адрес, либо по весточке. За первое полугодие сотрудники автоинспекции составили 560 административных протоколов за неуплату штрафа. Значится ли водитель в списке неплательщиков, наряды ДПС проверяет не только во время целенаправленных рейдов. Такая работа ведется ежедневно. По нашей базе данных можно увидеть ситуацию в принципе по округу. То есть если вы где-то привлекались в другом населенном пункте, но в пределах округа, то есть мы можем увидеть, оплатили вы штраф этот или нет. Чтобы не попасть в список неплательщиков, надо вовремя оплачивать штраф. И на это законом отведено 70 дней. При этом квитанцию лучше хранить при себе. Бывают случаи, когда информация об оплате в ГИБДД попадает с опозданием. Поэтому перестраховаться не будет лишним. Родители юных горожан могут подарить своему ребенку путевку в лето. Отдел молодежной политики предлагает бесплатные путевки в Тюменский санаторий «Снежинка» и Васильевский город Казань. Центр восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» расположен в экологически чистой зоне в Сосновом Бару на юге Тюменской области. Здесь ребята смогут не просто отдохнуть, но и укрепить свое здоровье. Третья смена в центре «Снежинка» пройдет с 9 по 29 августа. А в санаторий «Васильевский» путевки предоставляют с 13 по 31 августа. Там дети получат образовательную программу, смогут посетить, выехать на экскурсии в исторические места города Казани, посетить святые места и храмы и мечети города Казани, ну и получить такую обширную программу по истории России. Напомню, путевки предоставляются абсолютно бесплатно. Родителям придется оплатить лишь расходы на проезд к месту проведения отдыха и обратно. Продолжаем выпуск. Мусорная свалка под балконом. Жители 4-го дома по переулку Новоселов устали бороться с владельцами близлежащих магазинов. По словам горожан, установленная здесь площадка для твердых бытовых отходов не вмещает в себя все коробки и ящики, которые свозят сюда предприниматели. В проблеме разбиралась Надежда Деминова. Во двор дома номер 4 по переулку Новоселов наша съемочная группа приехала в районе двух часов дня. Картина, прямо скажем, неприятная. Горы коробок и мусора. Они беспорядочно свалены как на специально отведенной для этого площадке, так и за ее пределами. Полиэтиленовые пакеты ветер разносит по всему двору. Убирать их дворники не успевают. Такой вид открывается из балконов жилого дома. А на первом этаже все еще хуже. С мусорного контейнера туда доносится запах гниющих фруктов и овощей. А получается, тут выкидывают все. И помидоры испорченные, и огурцы. Все в кучу. И то есть это все раскидывается по всей территории. Под балконом мусор. За вывоз мусора с этой площадки отвечает городское хозяйство. Контракты на осуществление этой деятельности с холдингом заключили владельцы близлежащих торговых точек, для нужд которых, собственно, она и была установлена. Но, как отмечают специалисты городского хозяйства, мусор сюда свозят не только из местных магазинов. И это несколько усложняет ситуацию с его уборкой. Вывоз отходов производится ежедневно, кроме воскресенья. При необходимости два раза в день. Ситуацию усугубляет тот факт, что предпринимателями нарушается пункт договоров 222, который предусматривает складирование аккуратно, прессуя коробки тару в специально отведенном месте. Как еще отмечают в городском хозяйстве, в договоре четко прописано, коробки на площадке должны складироваться пустые. И это правило предприниматели, как видно, тоже нарушают. Такой свалке рады воробьи добродячие собаки. Это место они уже успели облюбовать себя в качестве кормушки. И если на птиц жители окрестных домов внимания не обращают, то собак остерегаются. Решение мусорной проблемы жители района видят в выносе площадки для сбора отходов от торговых точек за пределы города. Этого же мнения придерживаются и в городской администрации. Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено в ближайшее время подыскать территорию, где могла бы разместиться площадка. До конца этой недели мы должны это место предложить и в дальнейшем предложить варианты заключения договоров с предпринимателями. Ну и все вопросы по логистике, по вывозу, по доставке туда, по вывозу из этой площадки. Ну и если потребуется, то внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты. Когда вопрос о выносе площадки под отходы от магазинов за город решится, здесь, скорее всего, установят дополнительные контейнеры для бытовых отходов. Район густонаселенный, как говорят специалисты, это не помешает, а может быть даже поможет решить наболевший мусорный вопрос. Надежда Демнова, Сергей Кириченко, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». На Ямале санитарные врачи бьют тревогу. Питьевая вода не во всех муниципалитетах округа соответствует нормам. Список городов с неудовлетворительными результатами достаточно обширен. Однако «Муравленко» туда не попал. Какую воду пьют наши горожане, выясняла Эльвира Ахметова. Любая информация, касающаяся питьевой воды, тем более если она негативного характера, всегда настораживает. Ведь от качества H2O зависит здоровье горожан. Еще в 2000 году вода, которая проходила через очистные сооружения «Муравленко», признавалась самой чистой по Ямалу. Однако любое оборудование со временем имеет свойство изнашиваться. На настоящий момент у нас основной фактор, который мы отслеживаем, это содержание соединений двухвалентного железа в нашей воде. То есть в исходной воде он достаточно высок, но на выходе мы имеем практически, наверное, в половину меньше содержания этого двухвалентного железа, чем нам говорит Санпин. Питьевая вода у нас в норме, утверждают специалисты. Она проходит ежедневный аналитический контроль. Проверяется на качество как холодная, так и горячая вода. В настоящий момент никаких отклонений по показателям не выявлено. А если такие ситуации бывают, то редко. Причина оперативно выясняется и устраняется. В целом, замечаний со стороны Роспотребнадзора не бывает. Тем более, что в «Муравленко» вода поступает из артезианских скважин. Для артезианских скважин характерно минимальное количество загрязнений. В основном это соединение железа и марганца. И плюс практически полное отсутствие микробного загрязнения. В связи с этим наша вода является стабильной по качеству. Потребитель получает воду полностью соответствующую санитарным нормам и правилам, как по визуальным, так и по химическим показателям. И для того, чтобы она всегда была чистой, регулярно на водочистных сооружениях проводится большой объем ремонтных работ. В настоящий момент мы отслеживаем результаты нашей промывки водоводов, которую осуществляли в апреле-майе этого года. И промыли систему горячего водоснабжения в период остановки центральной котельной с 1 по 15 июля. Так что горожане могут быть вполне спокойны. Никакая трава из-под крана не течет. Нашу воду пить можно. Эльвира Варяхметова, Анатолий Шуликов, телерадио компания Муравленко ТВ. Информационный выпуск продолжит традиционный обзор прессы по материалам общественно-политической газеты «Наш город». Сегодня в нашем городе проживает более 60 украинских граждан, приехавших из зоны боевых действий. В ближайшее время на Ямал прибудет еще около тысячи переселенцев из Ростовской области, из которых 100 человек будут приняты нашим городом. Люди оказались в достаточно сложной жизненной ситуации, и они нуждаются в нашей всесторонней поддержке. В Управлении социальной защиты населения работают телефоны горячей линии, на которые можно обратиться и предложить свою помощь. А в администрации города создана комиссия по организации приема украинских переселенцев. Подробнее об этом читайте в материале «В тесноте да не в обиде» на третьей странице номера. 5 и 6 сентября муравленковцы отпразднуют день рождения города. Эти дни будут насыщены самыми яркими и зрелищными мероприятиями. Впервые за 30-летнюю историю муравленка его жители увидят представление великанов, лазерное шоу, выступления группы профессиональных паркуристов. Танцевальный вечер 5 сентября завершится выступлениями Влада Соколовского и московского дуэта «Баян-микс». Какие еще сюрпризы ожидают муравленковцы в материале на пятой странице издания. «Пахлава, медовая пахлава» – эта фраза, наверное, является самой узнаваемой на наших черноморских пляжах. И ее ни с чем не сравнимый медово-ореховый вкус знают многие. Такую пахлаву корреспондент еженедельника Евгений Черниговский попробовал в гостях у Елены Олейниковой. С секретами ее кулинарного мастерства и рецептами блюд можно ознакомиться на 16-й странице номера. Это были лишь выдержки издания. Все подробности читайте в 31-м номере газеты «Наш город» от 31 июля. А на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Всего вам доброго и хорошего настроения. Субтитры предоставил DimaTorzok Индия очаровывает иманит. Тадж-Махау, замок Махараджи, Нью-Дели, Ранголи. Откройте для себя новую индийскую коллекцию керамической плитки и гранита. Продолжите большое путешествие с Керамом Араци. Субтитры предоставил DimaTorzok